АТОМИК ХАРТ Действие АТОМИК ХАРТ происходит в альтернативной версии СССР 1955 года на вымышленной сверхсекретной базе, построенной для производства роботов и известной как предприятие 3826. Создатель этого предприятия — блестящий ученый по имени Дмитрий Сеченов, который в 1936 году изобрел особое жидкое вещество под названием полимер. Благодаря своему впечатляющему открытию, Сеченову удалось создать огромную нейронную сеть роботов-помощников с искусственным интеллектом, которая получила название «Коллектив». Роботы освободили людей от ручного труда, во благо искусства и науки. Все шло гладко до 1955 года, когда власти решили запустить «Коллектив 2.0» и представить новое устройство под названием «Мысль», позволяющее людям управлять сетью и отдавать команды силой мысли. Однако запуск «Коллектива 2.0» был сорван, и это привело к технологической катастрофе. Роботы начали атаковать людей, что привело к гибели сотен сотрудников предприятия. Вы — майор П-3, элитный солдат разведслужбы. Сеченов отправил вас расследовать обстоятельства происшествия и восстановить нейросеть. В ходе своей миссии вы попадете в научно-испытательные полигоны предприятия 3826, который раскинулся как грибница среди гор Казахстана. Путешествуя по базе, вы увидите обширные научные комплексы. Загадочные лаборатории. Надземную гражданскую инфраструктуру. И обнаружите причудливые подземные туннели, полные пространственных головоломок, которые понравятся даже самым опытным игрокам. Одно можно сказать точно — вы никогда не догадаетесь, что вас ждет впереди. Будь то леденящие кровь ужасы, хитроумные загадки или же кинематографический сюжет с неожиданными поворотами. Зажми рану. Зажми! Это на твоей совести. Какого хрена я вам всем должен здесь верить? Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Тебя вызывают пчелами. Виктор! А кто вы такой? Это у меня везде свои глаза и уши, понял? Вот все коридоры залиты кровью. А ты действительно ей ничего не сказал. Не ожидал увидеть Виктора в таком виде и при таких обстоятельствах. Массовые человеческие жертвы. Я просто обязан его остановивать! Несчастные люди. А что здесь? Как это случилось? Я ничего не помню. Теперь вам все ясно, товарищ Сеченов! Но вам не придется путешествовать в одиночку. Это Храс. Полимерный искусственный интеллект, встроенный в экспериментальную силовую перчатку. Храс – идеальный помощник, который расскажет вам о новых целях, происхождении и особенностях персонажей, сообщит любопытные сведения о секретах от Омик Харт и даже немного порассуждает о вашей собственной таинственной истории. Храс не только обладает характером наставника, способным дать пару советов в ходе миссии, но также может сканировать местность, взламывать роботов и другое оборудование по вашему желанию. Благодаря его силе вы даже сможете разворачивать энергетические щиты и использовать электрическую, замораживающую и телекинетическую силу. Общаясь с другими персонажами, вы сами решаете, что будете говорить в диалогах, и можете получить массу интересных ответов. Вам предстоит исследовать обширную территорию. Предприятие 3826 включает в себя пять гигантских комплексов и более 25 часов геймплея. Путешествовать по миру может быть проще, если использовать аэропоезд или любой другой вид транспорта, который все еще работает. Но придется быть на чеку, поскольку любое действие может привлечь нежелательное внимание и закончиться вашей гибелью. Выбираясь из этого кошмара, помните, что все роботы взаимосвязаны и управляются искусственным интеллектом коллектива. В этом одновременно их сила и слабость. Возьмите под свой контроль системы коллектива. Терминалы управления сетью, камеры, грифы, валаны и ремонтные ульи, которые восстанавливают разрушенные узлы коллектива, поверженных роботов и другие элементы сети. Но роботы не будут вашими единственными противниками. Искусственно выведенные растения, побеги, могут находить тела и вызывать мутацию. Мутанты наносят значительный урон в бою. Также вас ждут плющи. По-настоящему грозные противники, способные призывать побеги. У вас будут большие проблемы, если вы не помешаете им объединиться друг с другом. Чтобы сражаться с опасными роботами и мутировавшими существами, вооружитесь самым передовым и разнообразным арсеналом. От острого топора для ближнего боя до модифицированной энергетической винтовки или крутого гранатомёта. Оружие ближнего боя поможет вам накопить энергию, которую затем можно будет потратить с помощью энергетического оружия. Однако, когда дело дойдёт до огнестрела, вам придётся как следует осмотреться, чтобы найти пули, или изготовить их самостоятельно с помощью прибора «Элеонора», а также добавить к ним стихийные эффекты. Ваш стиль боя будет зависеть от выбора оружия и навыков. Комбинируйте огнестрельное и энергетическое или холодное оружие, а также способности перчатки, и используйте их с умом. Установите на оружие дополнительные улучшения, такие как удлинённый магазин, коллиматорный прицел, модернизированный корпус ствола, тактическую рукоятку или глушитель. Обыскивайте каждый предмет мебели, технику и тела, чтобы собрать материалы, которые можно использовать для модификации вашего арсенала. Станьте неудержимым! Наконец, независимо от того, являетесь ли вы хардкорным игроком, нуждающимся в адреналине и кровавых испытаниях, или же искателем приключений, стремящимся исследовать этот уникальный, полный невероятных и захватывающих историй мир, Atomic Heart даст возможность проложить свой собственный путь. Способны ли вы адаптироваться к неизведанной местности и победить новых противников? И сможете ли вы справиться с шокирующей правдой, что откроется на вашем пути? Пролейте свет на мрачные тайны и узнайте, что такое на самом деле Atomic Heart. Но помните, в Atomic Heart за правду платят гроби, ведь утопическая мечта — не то, чем кажется. Выход Atomic Heart для ПК состоится 21 февраля на платформе ВК Плей. Предзаказ уже доступен. Продолжение следует...